Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня на обзоре польский рацион SR. Это малогабаритный рацион, у нас меню номер 5. Как видите, упаковка и правда довольно компактная, очень плоская, надо сказать. Здесь на самой упаковке мы видим только, собственно, название рациона на польском языке, а далее дубляж на английском и, судя по всему, французский язык. Как видите, на этикетке указан состав меню, так что можно сразу примерно понять, что внутри. И плюс имеется маркировка производителя. На обратной стороне рациона мы видим линию надреза, на которой написано 1 литр. То есть, соответственно, половинка этого пакета имеет емкость 1 литр, соответственно, целиком пакет 2 литра. В сравнении с российскими суточными ИРП, польский SR выглядит вот так. На самом пакете каких-то зацепов для быстрого открывания нет, то есть руками просто так его не открыть. На отрезах здесь тоже не предусмотрено, так что просто открываем ножом. Итак, друзья, содержимый рациона перед вами. А как видите, для такого компактного рациона здесь довольно много всего. Начнем, пожалуй, с пакетика с мелочью. Он запаян. Имеется такой вот надрыв для открывания. Итак, в пакетике с аксессуарами у нас было вот что. Во-первых, это леденец. Довольно часто компонентов различных ИРП. А также две подушечки с жвачкой. Они маленькие. И, судя по всему, с ксилитом. Также пакетик перца, пакетик соли, конфета, кофейная. Да, я проверил, здесь действительно в составе имеется кофе. Тоже довольно грамотное решение. Также имеются влажные салфетки, освежающие, с цитрусовым ароматом. Также мы здесь видим туалетную бумагу. Можно использовать и в качестве полотенца и так далее. Пакетик. Судя по всему, пакетик для мусора. И обычные салфетки. Для порядка, конечно, пользуемся салфетками. Салфетки эти мне уже знакомы. Я их в одном из ИРП уже использовал. Пахнут действительно цитрусом. По-моему, это очень хорошо, когда салфетки как-то ароматизированы. Сразу становится веселее. Итак, друзья, руки у меня уже чистые. И приступаем к тестированию. Начнем по традиции с напитков. И из напитков у нас только вот этот вот большой пакетик. Он представляет собой чайный концентрат со фруктовым вкусом. Во всяком случае, так вроде бы написано здесь на самой же упаковке. Просто написано, что это чайный напиток со вкусом лимона. Ну, посмотрим, где указана правда. Здесь имеется надрыв. Вот такой вот. Сам пакетик имеет устойчивый низ, то есть он может стоять. И имеется зип-лок для того, чтобы вы могли его переносить и просто ждать, пока все заварится. Заливать здесь необходимо 250 мл воды. Это примерно соответствует одному стакану. Итак, воды я сюда налил. И для того, чтобы все это получше растворилось, я воспользуюсь ложкой из комплекта. Ложка здесь также в отдельном пакетике. Ложка, кстати, довольно большая и удобная. И в комплекте имеется дополнительная салфетка. Судя по всему, напиток растворяется практически моментально. Также интересным компонентом этого ИРП является вот эта вот трубочка для питья. Первый раз встречаю в ИРП подобные трубочки. Довольно интересно. И учитывая то, что на пакетике имеется зип-лок, можно просто опустить сюда трубочку, закрыться вот таким образом, чтобы не проливалось. И можно все это пить на ходу. Ну что ж, попробуем вкус. Это точно не лимонный вкус, как указано было в английском переводе на упаковке. Это именно какие-то лесные ягоды или что-то такое. А точно идентифицировать не могу. Какой-то такой вот универсальный вкус, типа какой-то малины там, не знаю, земляники, что-то такое непонятное. Какая-то смесь именно фруктово-ягодная. Сам вкус оказался довольно неплохим. Напоминаю, что этот чай витаминизирован. Так что за этот напиток, наверное, можно поставить хорошую четверку. Ну или может даже пятерку, потому что здесь есть удобная упаковка и трубочка. Следующий компонент также косвенно относится к растворимым напиткам. Точнее он предназначен для того, чтобы обеззараживать воду для них. Это таблетки для обеззараживания воды. Здесь она в количестве одной штуки и рассчитана на один литр воды. То есть фактически считается, что одного литра воды вам более чем достаточно на один прием пищи. Ну и соответственно у вас есть на самом пакете ИРП специальная риска для того, чтобы вы могли точно один литр отмерить. И плюс имеются вот такие вот крючочки. Они как раз таки предназначены для того, чтобы вы пробили пакет, налили туда воды, бросили таблеточку и подвесили его куда-то для того, чтобы вода тихонечко настаивалась. Следующий компонент ВРП также содержит фрукты. Это фруктовый батончик. И судя по всему это чисто армейский заказ, потому что здесь имеются надписи как раз таки на английском, польском и французском. И нет никаких коммерческих логотипов. Для тех, кому очень нужно, я покажу содержимое очень крупно, для того, чтобы вы могли прочитать. Ну а я приступаю к тестированию. Сами по себе подобные батончики сложно назвать невкусными. По-моему они нравятся вообще всем. Он, конечно, не очень большой. По калорийности не сказать, что здесь очень много калорий. Но, тем не менее, на вкус очень даже неплохо. Вкус на самой упаковке заявлен как клюквенный. На самом же деле, самую клюкву я здесь чувствую где-то процентов только на 20-30. Остальное это какая-то смесь из различных злаков, ну и так далее. В принципе, конечно, достаточно вкусно. Ну и полезно. Что касается следующих компонентов, то это сухари специальные СУ-1. Они вам, наверное, уже знакомы по некоторым моим другим обзорам. Здесь две упаковочки. В каждой упаковке по два сухарика. Разумеется, их в таком чистом виде кушать довольно скучно. Поэтому здесь в комплекте имеется еще и мед. Очень хороший компонент для рациона. И паштет. Тоже, скажем так, классика жанра. И сейчас я попробую потребить сухарики и с тем, и с другим. Что касается паштета, то очень удобно то, что здесь сверху имеется вот такая вот пластиковая крышечка. То есть, если вы открыли паштет, но не доели, например, вы можете просто закрыть все пластиковой крышечкой и далее потом уже спокойно доесть. Ну что могу сказать? Кстати, эти польские сухарики-галеты, конечно, плотнее, чем российские. Но за счет того, что у них такая плотная структура, они такие толстенькие. Они, конечно, чуть-чуть более сытные. В целом, за сам паштет, наверное, ставлю оценку удовлетворительно. Вполне нормальный паштет. Но бывали паштеты и повкуснее в других РП. Что касается меда, то его здесь, конечно, не очень много, но на два сухарика его точно хватит. А плюс останется еще немножко для того, чтобы можно было добавить, например, в чай. Поэтому я бы, конечно, хотел, чтобы здесь был еще какой-нибудь дополнительный пакетик чая, чтобы можно было развестись медом. Но пакетика чая здесь нет, и из напитков у нас только вот этот вот чайный напиток с ягодами. И в него мед добавлять уже как-то не хочется, потому что мед сладкий. Этот чай и так сам по себе сладкий, ну и как-то будет слишком уж приторно. Ну что тут скажешь? Мед и галеты, конечно же, это вкусно. Всегда положительно относился к наличию меда. В различных РП. Очень хороший компонент. Во-первых, полезный, во-вторых, вкусный, во-вторых, практически не портится. Ну что ж, друзья, вот мы и добрались, наконец, до основного блюда. Основное блюдо у нас называется вот так. Google Translate говорит, что это свиная шейка в соусе с овощами. Звучит, конечно, очень аппетитно. Но здесь, кстати, есть интересная деталь. В комплекте к РП имеется вот такой вот набор для беспламенного подогрева пищи. Он, на самом деле, такого стандартного натовского образца. Похож немножечко на американский набор. Но мне понравилось то, что он дополнительно здесь упакован. Вот такой картонный, скажем так, чехол, где все это можно переносить. Заодно чехол дает некоторую стойкость к внешнему воздействию, когда у вас РП где-то переносится. И чехол немножечко защищает содержимое. То есть, довольно все грамотно сделано. Но я, наверное, пока этот набор для подогрева использовать не буду. Он мне понадобится в будущем. А разогрей своими силами. И уже расскажу, как все это будет в горячем виде. Сама консерва ламистерия. Каких-то дополнительных консервных ножей пластиковых, как в российских РП, здесь нет. Но это не проблема, поскольку все открывается очень легко. Итак, блюдо на тестовой тарелке. И, как видите, выглядит очень даже неплохо. На самом деле, это такой нормальный, хороший шмат мяса. В американских РП подобное практически не встречается. Там с мясом какая-то беда постоянно. Ну, кроме халяльного. Там мясо было нормальное, но его было мало. Здесь же у нас такое вот хорошее мясо. Натуральное. Имеется также немножечко овощей, фасоль, морковь. Судя по всему, лук, может быть еще что-то. И давайте попробуем. Эти овощи особой роли здесь не играют. Если честно, их вкус не очень-то чувствуется. Они просто все в кашу разваливаются во рту сразу. Вот смотрите. Но, конечно, здесь самое главное – это мясо. И мясо здесь очень даже неплохое. Вот смотрите. Получается у нас как бы такое мясо с небольшим гарниром в виде какой-то овощной каши. Очень вкусно. Чуть-чуть как будто бы кажется, что пресновато, но в комплекте имеется соль и перец, так что это, думаю, не проблема. Блюдо оказалось очень вкусное. А само мясо – это свиная шейка. Очень нежное, конечно же. На вкус тоже все замечательно. Конкретно этому блюду я, наверное, могу поставить пятерку. Также у нас в комплекте имеется леденец и кофейная конфета. Леденец я, наверное, пробовать не буду. Они, как правило, все более-менее похожи. А вот кофейную конфету я, пожалуй, заценю. Тоже такой достаточно хороший компонент. Действительно неплохая конфета. Чувствуется такой очень сильный кофейный вкус. Не знаю, правда, сколько здесь кофеина, но, думаю, лишний кофеин бойцу не повредит. Ну а после трапезы вы, конечно, можете воспользоваться жевательной резинкой – ксилитол. Здесь две подушечки. Они, кстати, немножечко меньше, чем стандартные. Ну что, друзья, на этом обзор польского рациона СР завершен. Можете написать в комментариях, что вы думаете по составу данного ИРП. А у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok